Всем привет! Сегодня у нас на обзоре цифровой телевизионный ресивер с функцией HD медиаплеера. Это приставка BBK SMP131HDT2. Собственно, самая, так скажем, одна из самых свежих приставок компании BBK. И здесь уже видно его, так скажем, основные отличия, основные характеристики как раз. Более модифицировано, так скажем, по отношению с предшественниками. Была у нас вот старая приставка, но сейчас нет возможности ее показать. Проработала чуть больше полутора лет, собственно, и накрылась медным тазом. Поэтому приобрели новую, одну из самых современных. Ну и сделаю небольшой обзор, и самое главное, как раз покажу его как раз функцию HD медиаплеера. Приставка стоимостью у нас вышла 990 рублей. Ну, по порядку. Коробка поставки вот такая, довольно площа стала. Вот, далее в комплекте паспорт, он же инструкция по эксплуатации, он же гарантийный талон. Пакетик, в котором была приставка. Далее комплект тюльпанов, ну, такие относительно дешевенькие, так скажем. Вот, блок питания. Здесь идет блок питания выносной. В предыдущих версиях он был просто шел провод. И то есть сам блок питания, там, трансформатор и так далее шло все внутри приставки. Здесь это вынесено, и я считаю это решение намного-таки интереснее, потому что, как раз таки, во-первых, распределяется. Во-первых, уменьшили размер самой приставки из-за того, что сделали выносной блок питания. Во-вторых, сделали распределение нагрева. Дело в том, что у этих приставок у них идет пассивное охлаждение, то есть посредством вот этих вот дырочек вентиляции. И, соответственно, блок у нас немножко нагревается, и нагревается сам, естественно, процессор, там, в котором установлены другие элементы платы. Вот. При этом нагреваются они, ну, относительно не сильно. Если сравнивать с предшественником, она раскалялась, вообще чуть ли не яйца можно было на ней жарить. Видимо, поэтому та у нас как раз и вышла из строя. Ну, вот такой вот у нас, значит, блок питания. Характеристики, кому интересны. Выход 5 вольт, 1,2 ампера. BBK сделана в Китае. Ну, и сама приставка, самое интересное, что есть. Ну, включу свет для того, чтобы ее ярче, так скажем, показать. Ну, по порядку. Начнем снизу. Нижняя часть. Здесь у нас все по стандарту. Ее название. Защитная бирка от проникновения, то есть под ней болт. Вот здесь указан у нас серийный номер. С этих сторон у нас отверстие для пассивного охлаждения, то есть дырочки для вентиляции. Сверху у нас ничего нету, такая аскетичная панель. Спереди у нас название, тут форматы какие читает и так далее, и так далее. Разъем USB. Вот здесь вот за сеточкой интересной находится у нас приемник пульта. Кстати, пульт надо показать еще. Вот. И здесь, собственно, диод. Диод, который показывает режимы там зелененькие, красненькие. Но об этом позже мы подключим и посмотрим, как работает она с жестким диском. Потому что многих этот момент интересует. Сзади вход под антенну, обычный у нас выход HDMI и выход три тюльпана стандартных, видео, аудио. И вот сюда у нас подключается наш блок питания. Ну, пульт. Сейчас покажу пульт. Ну, пульт стандартный. В принципе, этот же пульт у нас был и на старых. Модель пульта SMP712 на старых был точно такой же пульт. И на этой, собственно, ничего у нас не поменялось. Ну, и в комплекте к нему идут батарейки, кстати. Батарейки какие-то вот такой вот фирмы. Наверное, тоже китайские. Вот. Ну, что ж, подключим, посмотрим. Ну, вот я подключил, собственно, нашу приставочку в розетку. И сейчас у нас горит индикатор дежурного режима. Ну, и мы включаем. Ну, кстати, на пульт, благодаря вот этой вот дырявчатой, так скажем, сетке в корпусе, на пульт стал реагировать более-менее лучше. Но, опять же, вот это вот отверстие чревато тем, что, возможно, сюда будет забиваться пыль, грязь, там, и прочая ерунда. И чувствительность вот этого вот светоприемника, она, возможно, испортит. Я подключил нашу приставочку к телевизору LG. Как раз-таки через тюльпаны. Потому что в современных телевизорах уже этот, так скажем, приемник, он уже встроен в телевизор. И, собственно, большой необходимости нет. Ну, вот как раз через тюльпаны мы попробуем с вами поработать. Включаем. Загорелся зеленый индикатор. И, собственно, запуск происходит, как и в старых версиях, довольно-таки не быстро, а в течение, ну, 5-7 секунд. Вот сейчас мы видим, появилась у нас надпись BBK. И вот это первое меню. Я знаю, многие жаждут подключения как раз-таки и работу воспроизведения видеороликов с USB-носителя. Но флешку вставлять это и старые DVD читают. Поэтому мы вставим два разных жестких диска. Первый это будет диск Toshiba. И второй у нас будет внешний жесткий диск 3Q. И оба они на 500 гигабайт. Подключил наш первый жесткий диск. Это жесткий диск фирмы Toshiba. Приставка его опознала. Ну и зайдем посмотрим. Для этого нужно зайти и нажать кнопку меню. Отобразится вот это меню. Media Player. И здесь, собственно, вот мы в видео хотим зайти. Вот. Toshiba. Ну и какой-нибудь фильм мы хотим посмотреть. Ну, например, из сериала Молодежка. Относительно эта приставка. Она читает, так скажем, больше форматов. И в этом ее плюс. Она читает кодек Audio C3. Предыдущие некоторые. Либо цоколо видео. Либо звука вообще не было. Но здесь вот сейчас мы посмотрим. Ну, такого рода читает. Причем, ну, идет довольно-таки нормально, так скажем. Без всяких задержек и прочих вещей. Подключаю. Жесткий. Вот. Танцевый TNT. Здесь как раз вот формат, обратите внимание, FLV. Откроем и посмотрим, как он. Сразу скажу, на старого рода образца FLV вообще не каналника. И нет рассинхронозвука, кстати, да. Гарантия на такое оборудование один год, к сожалению. Хотелось бы, конечно, больше. Но посмотрим, сколько проработает. Прошлых я купил три штуки. Покупал. Одна вот, ввиду интенсивной ее работы, сломалась через чуть больше полтора года. Примерно год и семь, год и восемь месяцев. Вот. Две остальные по-прежнему работают, но они используются реже, чем та. И реже они используются в качестве медиаплеера. То есть, они в основном работают на телек. Вот. Ну, посмотрим, сколько проработает. Вот эта приставка, в принципе, по всем параметрам она меня пока устраивает. Ну, время покажет. Ну, а на этом все. Ставьте лайки. Всем пока. Пока.